Когда я ехал в Бразилию, когда я еще собирался ехать, моя женщина меня постоянно пугала. Ты блондин с голубыми глазами. Поэтому ты уехал от нее. Вы покинули наше православное российское лето и променяли его на бразильскую силу. Насколько выгодно было закупить матрицы здесь и провезти их туда? Это было очень выгодно, это помогло мне отбить поездку и обеспечило меня, дало мне возможность спокойно тратить деньги целый месяц без боязни того, что они у меня закончатся. Переспать с женщиной я могу и в России, а потренироваться с очень крутыми ребятами в Бразилии. Да? Невероятно. До стопудово. Когда я брал? Всем привет. Наконец-то мы выловили Мишу Панкова. После его поездки в Бразилию очень долго не могли поймать и снять его на камеру. То выглядел он так свет, то вообще в принципе прятался и трубку не брал. Кстати, почему, Миша? Что за фигня? Да не должен я тебе 3 тысячи, не должен, отдал я тебе уже все. Ну не 3, а и да. Миша отдал деньги, поэтому сегодня у нас выпуск БЖФЛИКС ТВ с Михаилом Панковым. Миша, по поводу Бразилии. Наверняка были какие-то моменты, какие-то сложности, какие-то приключения, которые не вошли в видеосюжеты, сериала. Может быть, которые нарушно скрывались, а может быть, которые не показывались. Какие-то сложности, тяготы и решения на самом деле. Проблем, приключения. Ну что-нибудь. Да не было ничего этого. А столкновение с полицией? Когда я ехал в Бразилию, когда еще собирался ехать, моя женщина меня постоянно пугала. Ты как блондин с голубыми глазами. Поэтому ты уехал от нее. Еще и пухлый, на американца похоже, тебя точно ограбят. Я все боялся, я трясся. Не хочу, чтобы меня ограбили, не надо меня грабить. И я ехал в Бразилию с животным ужасом, меня ограбят обязательно со стволом на улице. Меня ждало большое удивление, когда я приехал, что никто грабить меня не собирается. Потому что единственное животное на улице, где проходил Миша Панков, был сам Миша Панков. Никому я, в принципе, не нужен. И вообще, в том районе, где я жил, все было очень культурно и безопасно. Я ходил там по вечерам, я ходил гулял, я ходил, ел пиццу, я не прятал телефона, носил его в руках. Все было культурно и безопасно. Все было культурно и безопасно. Я женатый человек, женщины меня не интересуют, я поехал гадить джиу-джитсу. Я не спрашиваю про женщин, я спрашиваю про секс. Секс был безопасным? Я в Гошгарде 9 мая, у меня сексом может быть только женщиной, ни с кем больше. Так, 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 то есть, вообще никаких сложностей, никаких проблем. Вот Артем недавно в одной из последних серий рассказывал о том, что холода, насекомые, там, что-то такое. Единственное насекомое, с которым мы столкнулись, это... Мы сейчас не про легковесов из Цезаро Коста. С этими насекомыми лучше не сталкиваться. Окей. Были муравьи, которые начали по ночам появляться на полконе. Мы сейчас не про легковесов из Цезаро Коста. Мы не про них. Начали по ночам появляться у нас на балконе, где мы жили. Они просто бегали и выглядели ужасно. Были здоровенные рыжие муравьи. Я пошел в ближайший супермаркет. А, точно не про легковесов из Цезаро Коста? Я пошел в ближайший супермаркет, купил яд, побрызгал его по балкону. Они пропали и больше не появлялись. Все, проблема была решена, больше проблем не было. Что касается проблемы критичной бразильской суровой зимы. Вы же там в разгар зимы находились. Вы покинули наше православное российское лето и променяли его на... Бразильская бразильская зима. На самом деле я бы и сейчас с удовольствием променял российское лето на бразильскую зиму, потому что бразильская зимой 28 градусов тепла, солнце светит. Я в океане в теплом купался. И мы как-то шли с Ухаровым по Сан-Пауло, когда в Москве опять были дожди. Но зато они были летними. Да. И я смотрел на светящееся солнце, на цветущие пальмы и сказал, у них даже Дня Победы нет, они Вторую Мировую не выиграли, за что им такая погода? Вот сейчас кто-то, кто не был в отпусках в этом году, в отпусках я имею в виду за пределами Московской области или любой другой родной области, сплакнули. Ребят, если у вас нет денег или желания поехать в Бразилию, вы всегда можете поехать в Крым. Там говорят все то же самое и домой пешком, и девушки на русском понимают. Кстати, о девушках. Возникали ли проблемы с девушками? Я слышал, что все проблемы, которые могли бы быть, купировал на этапе еще появления отец Андрей. Вообще, все проблемы, которые могли бы быть с девушками, купировало наше с Ухаровым неумение говорить по-картугальски. Девушки не очень хотят контролировать с ребятами, которые... А как же язык любви? Ну, там вот это... Чтобы поговорить на языке любви, надо сначала хоть чуть-чуть поговорить на португальском. Ну, там, алоха, галеры или как там, шитерс. Именно поэтому и до языка любви у нас не дошло. Хорошо. Миш, вопрос, который реально всех интересует, уже очень давно, наверное, по-моему, в третьей серии бразильского сериала, и, наконец-то, я думаю, что ты на него ответишь, потому что, наверное, как раз-таки косвенно, хотя бы благодаря ему ты смог вернуть долг. Почем матрешки в Сан-Паулу? И вообще, эта фишка какая-то ловка, то, что ты купил матрешек в Москве и продал их там, и якобы на этом что-то заработал, или это реально действующая рабочая схема? Это реально действующая рабочая схема, но подробности раскрывать не буду, иначе мои дорогие соотечественники, которые ломанутся в Бразилию, обвалят пульс матрешек, и я не смогу больше на них навариться. То есть ты планируешь еще туда поставлять матрешки? Да. Но они это делают неоднократно. Даже независимо от того, что назвал ты сейчас цену или нет, уже у людей зачесались руки, они выбежали покупать матрешки, а некоторые даже, я чувствую, уже начали сами выпиливать. Вообще в продаже, главное не произвести товар, главное знать, кому его продать. Люди могут там завалиться матрешками. Логика. Мы знаем, что по-португальски ты не бельмес, а? Значит, ты общался с кем-то русским по поводу матрешек? Нет. Я решил вас заранить через Google-переводчик. Насколько выгодно было закупить матрешки здесь и провезти их туда? Это было очень выгодно. Это помогло мне отбить поездку и обеспечило меня, дало мне возможность спокойно тратить деньги целый месяц без боязни того, что они у меня закончатся. Но, учитывая, что женщины все равно вами не интересовались, то деньги тратят вам не на что было. Как это? А приключений вы не искали, потому что вы тренировались каждый день? Леша, ну ты же знаешь, сколько я ем. Но в Бразилии дешевая еда. Ну так, она еще и вкусная, поэтому три тренировки в день позволяли мне хотя бы не толстеть. То есть три килограмма ветшины за раз это легко отказать. Это вообще без проблем. Какое там было вкусное пиво. По-больному ударил, смотрите, по-больному. А пока Миша рассказывает о пиве, я отвлекусь от эскадры ненадолго. Так, что ты говорил про пиво? В Бразилии шикарное пиво. Подожди. Знаете, почему мне приходится вываливаться эскадры в такие моменты? Потому что пиво бренда Божжеприкс варится вот только сейчас. Только сейчас первые три сорта мы тестируем. А презентуется оно, но я думаю, что не раньше, чем через месяц. Так вот, о чем мы говорили? В Бразилии очень вкусное пиво, но пиво бренда Божжеприкс должно получиться точно вкуснее. Да, это будет классный напиток по принципу предтренинг, посттренинг и знаменитый вместо тренинг. Все по системе Беляева. Да. Так вот, про матрешки. В сколько раз прибыль превысила затраты? Пикс-2. Это сейчас Мазда, БМВ или что? Это коэффициент. Коэффициент? Коэффициент. Я думал, ты Бэху выручил за матрешка. Сколько можно ввести матрешек на территорию суверенной Бразилии? Незалежной или как бренда? Вроде как в Бразилии все хорошо, поэтому она просто независимая. А вообще... Как Баб-бразильский независимый? Депендико и так далее. А мы в Португальске? Так же. Угу. Окей. Так. На самом деле, зависит от того, сколько войдет наш чемодан. Но... На матрешке они же одна в одну собираются. Ещё есть момент. Матрёшки... Ну, дерево, оно просвечивается насквозь во время прохода через рамку в аэропорту. Поэтому в чемодане на самом деле их не видно. То есть у меня был чемодан забит матрёшками до руху. Я сейчас подумал, что на таможене меня, конечно, примут и заставят объяснить, зачем мне столько матрёшки, куда я их везу. Они стоят разбирать и показывают, что у них ничего не спрятано. А в них спрятаны? Их спрятаны другие матрёшки. Мы-то знаем. Мы же русские. Такой... Рекурсивный ад. Или в... Прочтении Панкоба... Русские? Это такой рекурсивный ад. Разбирает матрёшку, а там матрёшка и разбирает кто дальше. А... А за деревом дерево... А за деревом дерево... Но... Я заглянул в экран, когда моя сумка появилась, и оказалось, что их вообще не видно. То есть, они абсолютно прозрачные и никак не отображаются, и поэтому, видимо, у того не возникло никаких подозрений. А я знаю, почему так. Потому что русские матрёшки сделаны из дерева, которое не произрастает на территории Южной Америки, и поэтому местные вот эти вот рентгены не могут идентифицировать древесину, которая не произрастает на их территории. Да? Вероятно. Да стопудово. Когда я врал? Кстати, как часто вы врали во время сериала? Я никогда. Ухаров собрал тот раз, когда скрывался жопу, у него боевых врача. Пропустим этот момент. А как-то спустя два месяца после присутствия Артёма в Бразилии, в Сан-Паулу, в Сиро Костом в частности, он присылает фотографию, говорит, вот кимоно настоящего компетитора. Ухаров точно на следующих компетитах? Вот я хотел спросить сейчас. Ну, если я создать чисто технически, то Тёма выступил на одних соревнованиях, а я на двух, причем на вторых, в двух категориях. То есть я в полтора раза больше на следующих компетитах, чем Тёма. Наверное... Ты просто в полтора раза больше, чем Тёма. Да, поэтому... Нет, Тёма же выступает на соревнованиях, выступает в компетитах, в компетитах. Компетитах же не только побеждают, а тот, кто выступает. Это же так работает. А, точно, да? А тот, кто побеждает, тот чемпион. Да. Ну, поэтому... Я вас не видел этой фотографии. Вот, например, ты компетитор, а вот Антон, Антон, Антон чемпион. Вы просто не видите там Антон Медраков с той стороны присутствовать. Просто я известный и легендальный фанток, а это какой-то Медраков. То, что он выиграл чемпионат мира, забудут через два года. То, что отдал себе синий пояс, не забудут никогда. Тебе кажется, Антон. Понимаешь, тебе нужно напоминать людям, что ты выиграл чемпионат мира. У тебя уже есть конкуренты, которые сами тебе написали. Да, они тогда были. Я просто первый об этом проанонсировал и написал на весь мир, что я сам себе его дал. Он просто заплатил мне, чтобы я об этом написал. Обещай, что ты сейчас без камеры расскажешь мне несколько секретов, которые не вошли в сериал. Да, или секретов. Каких-то прям вообще вот этих вот фейспалмов и как еще называются, всякие фейлы по-модному, по-вашему, по-подростковому. Облажание, или это вести без восьмидесятых? По-моему, я уже стар, чтобы тебе отвечать на эту вопрос. Ну, спросим тогда у Антона. Я могу тебе пообещать, Леша, мы русские. Никогда друг друга не обманываем. Оставайтесь с нами. Мы, кстати, еще и не закончили. Я не из гетто, я из хуйнайт где-то. Люблю махать стальным заточенным предметом. Миш, ну вот сейчас пока камеры нет рядом с нами, расскажи что-нибудь, вот то, что не вошло в сериал. Если в Бразилии ты не ходишь на компетишн-класс, ты зря приехал. Все основные пи***ли, весь сновной рост, весь сновной прогресс и ужас в Бразилии, это все на компетишн-классе. Ты никогда не похудеешь в Бразилии. Вот если ты едешь с мысля, что сейчас-всейчас я потренируюсь и похудею, нет, никогда этого не будет. Куча всяких едарин с безлимитной едой, где я заплатил и ешь. Куча очень вкусной еды, куча дешевого мяса, вкусного пива, всяких кафешек, в которых всегда сидит народ, очень вкусно готовит. Я не снимаю, я просто сейчас это самое. Переспать женщины я могу и в России, а потренироваться с очень крутыми ребятами все-таки в Бразилии. В процентном соотношении за то время, сколько ты там пробыл? Сколько ты там пробыл? Месяц? Да, ровно месяц. Из 100% схваток, в скольких процентах схваток ты победил? Белых и синих не берем во внимание вообще. 80% схваток на не-компетишн классах. Я побеждал. Белых и синих? Ой, ну пурпурных, что ли. Пенсионеров? Нет, просто не-компетитеров. Тех, кто не выбрется на компетишн классе. Ну, местных, стариков, людей, которые тренируются для себя, да, то есть, ну, и в процентах 20 на компетишн классе. Этот процент увеличился. То есть на первой неделе я проигрывал почти все схватки. На второй неделе я еще подадаптировался, стал чуть получше держать. В третьей-четвертой неделе у меня уже адаптировалась техника, у меня получались липы, у меня улучшились проходы, и мне стало легче. В чем отличие, вот в двух словах, борьбы и джиу-джитсу в целом, в бразильской версии, так сказать, на родине и в России. Ты же в России тоже не только, наверное, в своем альмаматор борешься, где-то еще там захарываешься. В отличие, несколько, назову несколько из них. Первое, люди спокойнее проигрывают, потому что в таком сильном зале их церковь, ты обязательно человек, который тебя выиграет, который тебя раскатает по ковру, и из-за этого люди не нервничают, когда проигрывают. Это не значит, что они не рубятся, никто из них не хочет проигрывать, с тобой будут рубиться до конца, но, когда люди проигрывают, они не будут ходить на земля с моими вот такими злыми глазами, не будут нервничать, не будут облегчивать какую-то профессиональную вендетту. Это воспринимается спокойнее, но и выиграть тяжелее. Борьба в целом, вроде как более спокойная, то есть тебе не хватают, жесткие захваты, не пытаются вдолбить в ковер, но при этом, когда ты проходишь гарт, абсолютно нормально относишься, абсолютно нормально относишься к тому, что ты проходишь гарт, тут тебе прилетает стопа в лицо, когда человек восстанавливает, не просто он хочет тебя пнуть, он так восстанавливает гарт, потому что, ну, да, плеч там до груди не дотягиваться, он притрил свою твое лицо, он тебя выжимает, и ты к этому спокойно относишься. Это поэтому ты две недели после Бразилии от нас прятался, чтобы мы тебя не снимали? Скорее всего, да. Еще один момент, это девушки, то есть девушки в Бразилии приходят, блин, убивать друг друга, то есть из-за коса девчонки рубятся с парнями в полную силу, парни рубятся с ними в полную силу, из-за этого бабы имеют какой-то, ну, лично для меня, запредельный уровень борьбы, они жесткие, они сильные, они просто хотят тебя закатать, некоторые девчонки катают парней, борьба жесткая, в ЦСКО тренируется, наверное, больше 30 девушек, мало какой российский зал может похвастаться таким количеством девушек, российский, сможет похвастаться таким количеством девушек в своих стенах, они все очень жестко борются, а как же клуб Стрела, по-моему, там для женщин занятие бесплатное, по-моему, это самая большая женская команда, в Стреле на Шаболовке, в одних стенах пределах одного зала вряд ли соберется 30 девушек, и акция для девушек бесплатна, осталась только для самого первого состава девушек, сейчас ее уже нет. Вот для меня это основное отличие, это то, что люди спокойно проигрывают, это то, что люди борются с тобой, не пытаются тебя оторвать конечность, но при этом они борются достаточно жестко, они невяло, и то, что девушки обладают просто убийственным уроком. джурджит, да. Есть еще один вопрос, Миш, я сейчас не снимаю, не вообще, не волнуйся, не снимаю, я просто, это самая связь еще, возникает один очень, и достаточно справедливый вопрос, у некоторых наших зрителей. Почему вы не показали сам гей-парад, вы показали, как туда шли, как оттуда возвращались, не значит ли это, что вы на самом гей-параде были очень сильно заняты? Это означает только одно, мы подверглись жесткой цензуре, мы подвели жесточайшей цензуре, и все самые пикантные кадры были отвергнуты в пользу традиционных ценностей скреп. Скайф? Вероятно, да. Что такое Скайф? Понятия не имею, но надо согласиться. Спортивная карате федерация? Спортивная карате федерация точно вроде в гей-парадах. Вот сейчас вот каратисты не одобрили. Какие каратисты не одобрили? Традиционные. Они же против гей-парадов. Они же традиционные каратисты. Да. Я и говорю, они против гей-парадов. А чем тебя... Чем тебя так задевает вот то, что люди выходят с цветными флагами, да и пусть ходят, что? Они даже на Навального приходят нормально, машут. Вот это очень хорошо, что они приходят на позиционные митинге в России. Чем больше их приходят, тем меньше у них реальных шансов что-то сделать. Мне это очень нравится. На сам вопрос, если на него отвечать, всегда будет большой срач, я отвечу так. Я ничего не имею против людей нетрадиционной сексуальной ориентации в вакууме. То есть, если вот там два парень, две девушки в вакууме, они друг друга любят, мне на них, в принципе, плевать. Но люди должны понимать, что все вот эти их движения, все их порывы за любовь какие-то другие люди могут использовать для своего блага и против блага других, в том числе в политических целях. И вы, конечно, можете проводить шествия и вкладывать тут только то, что вы хотите друга любить, вы хотите быть свободны своей любви, но другие люди используют ваши действия для других целей. И я поэтому против ЛГБТ-шествий, что они немножко шатают лодку в России. А сейчас ты должен задать вопрос. Ты что, снимал сейчас, что ли? Ты что, снимал сейчас, что ли? Еще раз. Нет, через паузу. Раз, два, три, потом считаешь сам до трех и до солнца. Ты что, снимал сейчас, что ли, э? Еще раз, еще раз. Не без э, а просто. Ты что, снимал сейчас, что ли? Нет. Я же говорю эту самую антенну ищу. Иди, иди, иди. Хватит. Раскоп, убери. Все, послали меня без вида на жительство с получением визы. Сказали, ты турист российский здесь, как турист находишься, вот и пи***й Россию, и там получай. Субтитры terrain и он далее. Играет музыка. Играет музыка.